Добрый вечер. Это программа «Здравый смысл». В студии Алексей Вербицкий. Сегодня обсуждаем правила гуманного отлова бездомных животных. У нас в гостях Юлия Воронина, председатель Кировского общества защиты животных. Юлия, добрый вечер. Спасибо, что происходит. Здравствуйте, Алексей. Юлия, я хотел вот в первую очередь что уточнить. Правила эти, да, недавно были прописаны, но касаются ли они вашего приюта? Вы же общественники. Насколько я знаю, закон он для предпринимателей, для организаций, которые занимаются отловом на коммерческой основе. Вас это тоже касается? Нет, вообще это касается всех организаций, которые занимаются отловом, содержанием, пристройством собак. Сейчас введено новое понятие «собака без владельца». Не бездомная, как раньше было. Ну, основные изменения, которые вот все-таки согласно этим новым правилам уже применяются, насколько я понимаю. В чем они состоят эти изменения? Самое важное, как мы считаем, это все-таки полный запрет эвтаназии, усыпления, умерщвления отловленных собак. Собаки должны после того, как прошли карантин, прошли все необходимые обработки и стерилизацию, идти, то есть возможно несколько вариантов, что дальше делать с этой собакой. Она должна быть либо пристроена новым владельцем, либо должен быть найден старый хозяин, если вдруг такое получается, либо собака должна быть передана в приют, либо возвращена, что очень важно и совсем не страшно, на прежнее место обитания. То есть обратно на улицу? Обратно на улицу, там, где это не мешает людям, и там, где это не вредит самой собаке. В тех случаях, да, это не вредит самому животному. Но это очень важный момент, потому что в нынешних условиях перепроизводства, когда огромное количество собак и кошек, конечно, тоже поступает на улицу от нерадивых владельцев, когда у нас никак не регламентирован процесс разведения, размножения, в этих условиях перепроизводства найти дом всем собакам и кошкам невозможно, к сожалению. Столько потребностей нет. И поэтому этот очень важный пункт, возможность возврата на прежнее место обитания, он позволяет нам оставаться людьми, позволяет обществу быть гуманным и избежать необоснованных умерщвлений животных. Так, хорошо. А вот еще один пункт, там есть, насколько я понимаю, это видеосъемка, вот когда вы отлавливаете животных. Фото и видеосъемка. Но мы этим всегда это делаем, то есть раньше, конечно, в основном фотосъемка, но все стадии отлова мы фиксируем, да. Сейчас нужно будет видеофиксация, но все-таки это фото или видеофиксация. Ну, просто, чтобы было документально подтверждено, что это все по правилам происходит. И также, кстати, должен быть зафиксирован факт возврата на прежнее место обитания. То есть, что животное не исчезло в никуда. Насчет отлова и возврата на прежнее место кошек тоже забираете с улицы? Кошек по мере сил, конечно, забираем, но просто с кошками ситуация аховая. Если собак у нас в городе сотни бездомных, ну, конечно, может быть, приближается к тысяче, то кошек много тысяч. И поэтому никаких емкостей просто приюта не хватает. Мы очень в этом плане обращаемся к людям, надеемся на поддержку горожан, чтобы каждый, кто хотел бы помочь и видит бездомную кошку, обязательно бы звонил нам и сам принимал участие. Каким образом? Мы даем возможность бесплатной стерилизации, обработки противопаразитарной. То есть, все, что нужно сделать животным для подготовки к передаче в семью, мы сделаем, поможем. Главное – передержать немножко. Иногда требуется совсем немного времени. Иногда несколько дней, неделька, ну, может быть, месяц. Но это как бы не страшно, но вы дадите шанс и спасете животное. Вот на этих передержках много ли откликается все-таки жителей, берет себе на время там кошку, собаку? Хотя бы на время. Да, хотя бы на время. Мы всегда говорим, вы не бойтесь, возьмите на время. Но откликаются, да, нас это очень радует, что все равно люди не остаются равнодушными. И во многих случаях звонят и предлагают свою помощь. Но, конечно, увы, всем не удается найти. Бывает такая история, что взяли на время и оставили навсегда? К счастью, да. Это довольно-таки часто случается. Потому что человек прикипает душой, когда он заботится, выхаживает. Особенно, если взял малютку, малыша выходил. Хорошо. То, что касается… Ну, я почему спрашиваю про это все? Сейчас зима, холода наступает. Если у вас приют уже практически переполнен, насколько я знаю, вот с теми же собаками ситуация, да? Как работать будете дальше? Что меняется в связи вот с этими погодными условиями? Зима – тяжелейшее время и для самого приюта, внутри приюта, и тяжелейшее время для животных, которые вынуждены на улицах скитаться. Конечно, зимой мы стараемся для животных-экстреников всегда находить место. Ну, это какие животные? Экстреники – это какие? Да, что такое экстреники? Это малыши, которые не приспособлены выживать. Это животные, которые были точно домашними и потерялись, либо брошены, и которые просто не смогут прокормиться и найти себе теплое убежище. Конечно, истинно, бездомных собак у нас вообще-то в городе уже совсем-совсем мало. И они знают, как выжить на улице. Их надо, конечно, подкармливать. Не надо бояться подкармливать животных. Нет, подождите, они же агрессивные были. Нет, практически агрессивными бывают домашние собаки, отпущенные без присмотра, которые охраняют свою территорию. Бездомная собака, она… Поспорить можно, поспорить можно. Нет, бездомная собака, она отбежит от человека и за 100 метров или за 500 обойдет. Нет, они не агрессивны. Настоящие бездомные собаки, они боятся человека, как огня. Ну хорошо, я, пожалуй, останусь при своем мнении на этот счет. Ну ладно. То, что касается вот гранта, который вы выиграли, да, более миллиона рублей в этом году. Эти деньги уже потрачены на что-то или еще используются? У нас вовсю идет льготная, бесплатная стерилизация. Притом в этом году у нас расширен перечень мероприятий, которые мы проводим. Наш грант называется в этом году «Я ответственный владелец» и включает целый ряд мероприятий. Это, конечно же, что очень важно. Стерилизация, что позволяет не появиться на свет нежелательному потомству. Очень важные мероприятия именно вакцинация, обработка от паразитов и регистрация. Это такие великие вещи. Регистрация позволяет что сделать? Позволяет нам в любой момент, когда животное найдено на улице, опознать, чье оно. То есть у нас проводится мечение, обязательное клеймо в ушко, и по желанию владельца делается чипирование. То есть вживляется микрочип прямо вот в подкожу животного. И если такое животное вдруг потерялось и кто-то его нашел, очень легко его найти. Потому что если человек даже видит номер клейма, он звонит нам, и мы сразу же по журналам учета видим, кто его владелец. – Волонтеры вам были нужны в приют. Ситуация сейчас остается такой, или откликнулись все-таки люди? – Алексей, честно сказать, с волонтерами ситуация такая, что плакать хочется. Откликаются люди. – Опять же смотрите, волонтеры – это те, кто бесплатно занимается каким-то делом. У вас же люди получают деньги все-таки. Это не совсем волонтеры, насколько я понимаю. – Далеко не все. У нас всего лишь в штате три работника. Все остальное – это только благодаря волонтерам. Все работы, которые сопровождают деятельность приюта – это огромная работа по пристройству животных, чтобы они не сидели, не погибали в приюте годами. Это работа по лечению, по транспортировке, по приведению в порядок, по фотографированию. В общем, очень-очень много, что вокруг приюта, и, может быть, этого не видно, это все делается силами волонтеров. Работники есть в приюте, те, которые должны прийти, накормить, убрать каждый день, независимо от того, это плюс сорок или минус сорок, или дождь, или слякоть. – Чем рядовые горожане, рядовые перворайцы могут приюту помочь, даже если они не волонтеры? – Мы всегда говорим, что самая огромная помощь и большая – это кого-нибудь подарить дом, кого-то взять из приюта, потому что сейчас это особенно важно. Мы стараемся сейчас забирать вообще вот всех бездомных собак, которые появляются на улицах, кошек по мере сил. Но если мы будем больше пристраивать, если люди будут больше откликаться, то мы сможем большему количеству животных помогать. – А сколько сейчас откликаются? Сколько вот в приют поступают, допустим, ежедневно собак? Сколько забирают? – Бывает, ежедневно поступают от 4 до 10 собак, и больше, когда целый помет. – А забирают? – Забирают, но мы стараемся, чтобы эта цифра как-то была уравнена. – Как вы отслеживаете дальнейшую судьбу вот этих вот животных, которых забрали, допустим? – Вообще заключается обязательно договор передачи животного. В нем прописаны условия, которые должен выполнять владелец. Это ответственный подход, хорошее кормление. Главное – это недопущение выбрасывания повторно животного. – Чтобы оно не оказалось на улице. – Снова, да. И если какие-то проблемы есть, приют обязан животное принять обратно, или, по крайней мере, оказать всяческую помощь в перепристройстве. Если животное тяжело заболело, то и в лечении тоже. – Хорошо. Куда обращаться, если нужно подробно что-то узнать о приюте? Телефон, какие-то контакты? – У нас есть свой сайт в интернете первоприют.ру, и телефон диспетчера 8 950 649 44 62. – Спасибо, Юля, за беседу. – Спасибо. – Спасибо телезрителям. Всего доброго и до встречи. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.